У нас просто нет времени, я вас не буду отпускать. Я прошу прощения на том, что у нас сейчас с вами на связи очень занятая девушка, которая с нами связывается из Дубая, и у нее следующий вебинар в 9 часов. Поэтому я не буду делать перерыв, вам придется ждать. Ну что, я приглашаю Ольгу Юрьковскую. Сейчас наша техническая команда настроит эту работу. Тебя сейчас слышат на трансляции, на онлайн-трансляции больше тысячи человек. И вот здесь вот аудитория, которая живая. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Ольга Юрьковская. Я по основной своей деятельности занимаюсь курсами по психологии. То есть у меня инфобизнес такой в нахких нишах, что, в общем-то, для Рунета необычно. И на этом своем инфобизнесе я сейчас зарабатываю порядка 50 тысяч долларов в месяц. Но нужно понимать, что 50 тысяч долларов в месяц, то есть где-то 2,8 миллиона рублей, это, конечно же, оборот бизнеса, а не чистая прибыль. И очень, ну, неплохую часть моего оборота занимают партнерские программы. И более того, я решила, проанализировав за последние 10 месяцев, что происходит с людьми, которые приходят из разных каналах по разной активности, за разные деньги. Я решила, что ближайшие полгода-год я очень-очень активно займусь именно партнерской частью продвижения своих программ. Когда я смотрела комментарии на веб-сарафане под анонсом моего вот этого выступления, там был такой, ну, заявлено, как бы, ну, даже не то, что вопрос, возражение скорее, что, мол, платить партнерам это дорого, а реклама это дешево. На самом деле большинство людей, занимающихся инфобизнесом, которые продают волшебную кнопку бабло по обучению инфобизнесу, к сожалению, занимаются обманом и самообманом. В чем заключается этот обман и самообман? Проблема всей этой истории с платной рекламой заключается в том, что никто у вас, кто вот только что холодный, впервые вас видит, пришел по платной рекламе, никто не бросается платить вам деньги. Все люди, которые делают вот эти ланчи на большие суммы, все люди, которые рассказывают, я там бесплатно разослал и мне пришло, они умалчивают о том, что эта база у них как минимум год грелась. То есть их читала, уже участвовала в других курсах, покупала какие-то предыдущие продукты, но нету такого, что человек увидел там в Яндекс.Директе или на Фейсбук, пришел и сразу кинулся платить деньги. Когда люди ставят нормальную аналитику, ну то есть возможно это самообман по той причине, что у них не стоит нормальная аналитика. Или это обман вас, потому что вам продают кнопку бабло, которое не работает так, как они продают. Тут два варианта. Я поставила нормальную аналитику, я отслеживала по партнерским ссылкам, по UTM-меткам, по всему. И всегда и с клиентами мы это потом обсуждаем, выясняется один и тот же нюанс. Покупают те, кто давно вас читает. Покупают те, кто на вас подписан. Или покупают те, кому вас порекомендовали. Никогда холодные люди, если вы не торгуете кнопкой бабло, вот максимально пытаясь их обмануть, если у вас психология какая-нибудь, если у вас какие-то вещи не особо измеримые, если вы не обещаете, дай мне 10 тысяч и сразу миллион заработаешь. То есть если у вас какой-то нормальный, честный, длительный инфобизнес, никогда холодные люди не бросаются вам покупать, у вас покупать. Всегда получается, что ваш этот ланч, ваши продажи, ваши анонсы в соцсетях продают людям, которые вас уже знают. Сталкивались с таким? Кто-нибудь отслеживал? Кто же на самом деле покупает? Покупают постоянные подписчики, покупают те, кто вас комментировал, лайкал, знают. Или покупают те, кто пришел к вам по рекомендации. Это первая часть, почему нужны партнерские программы. Потому что когда вас начинают массово рекомендовать ваши клиенты, ваши коллеги, ваши партнеры, к вам сразу больше доверия. Приведу пример из своего личного опыта. Я, например, с огромным удовольствием бы участвовала в партнерских программах, если бы их было побольше. Но, к сожалению, мало людей, кого можно рекомендовать, не опасаясь за свою собственную репутацию. И один из таких немногих людей – это Андрей Захарян. Год назад он делал тренинг «Бронебойный маркетинг». И я написала ровно один пост на Facebook, что вот я получила утром письмо, там были ссылочки на тренинг, и обнаружила, что я на восьмом месте на этом лендинге, я иду к нему на тренинг. С одного этого поста я получила 50 тысяч рублей партнерских выплат. То есть 50 человек по 1 тысяче рублей мне с каждой продажи. Ну, написать этот пост минут 10 заняло. И для меня это было, в общем-то, плюсом еще в чем, что потом эти, ну, пусть не все 50, но человек 20, мне отписались либо в комментариях, либо в личку. Спасибо вам, Ольга, огромное. Аналогично происходит и с теми людьми, кто рекомендует меня. Я потом у них читаю комментарии, что спасибо, Нина Тамрукштейн, например, что порекомендовали Юрковскую. Учусь тому-то, учусь так-то. Вот с этих постов действительно покупают, потому что, когда человек либо сам учился, либо сам был клиентом, либо значимое лицо, которое собирается учиться. И это часть формирования вашего личного бренда. То есть даже если бы вы переплачивали партнеров, но реально этого не происходит, я чуть позже цифры приведу, но даже если бы вы переплачивали вашим партнерам по сравнению с платной рекламой, партнерские программы выгоднее, потому что это формирование вашей репутации, это формирование личного бренда. И тогда мы плавно переходим к вопросу, кто же может порекомендовать ваши курсы. В первую очередь вам нужно сделать так, чтобы ваши курсы рекомендовали ваши собственные клиенты. Почему это самое правильное решение? Потому что у них уже есть опыт обучения у вас, у них есть результаты, у них есть благодарность, которую они, в общем-то, вам готовы в какой-то форме выразить, и они и без того готовы по сарафанке рекомендовать подругам, друзьям, знакомым. Если в этот момент они узнают, что можно не просто сказать подруге, пойди на курс Юрковской, а можно дать партнерскую сумму на какую-то бесплатность, то, естественно, они будут более активно это делать. И в постах будут в соцсети это делать, и пересылать вещи будут, и так далее. То есть у людей будет повод более активно рассказывать, где они учатся, у кого они учатся, какие результаты они получают. И это ваша, в общем-то, репутация, формирующаяся достаточно естественным, не агрессивным путем. Согласны, что когда все там 100, 200, 300, 1000, 2000 ваших клиентов начинают писать в соцсетях, я учусь на таком-то курсе, я закончила, я получила такие-то результаты, возьмите там бесплатную книгу, возьмите бесплатный мини-курс. Это не то, чтобы кликнуть по рекламе, это совсем другое отношение. И это важная часть, вообще у вашего личного бренда есть очень много составляющих. Но вот такая репутация, она очень важна. И чем все хорошо, когда предлагаете партнерскую программу вашим клиентам. Обычно у нас люди все-таки стесняются рассказывать, к кому они ходят, у кого они учатся, чему они учатся. По той причине, что это часто вызывает много агрессии. Часто вызывает какие-то, ну у нас в принципе в Рунете все вызывает агрессию. Но вот такие вещи только в определенных кругах вызывают поддержку. У большинства страх реакции, мало ли, то есть люди боятся публично не демонстрировать. Если же речь идет о том, что они получают свои партнерские, то этот страх где-то нивелируется. Или людям, даже если они не боятся, ну зачем я буду там рассказывать, что я сходила на тренинг к тому или я сходила на тренинг к этому. Ну зачем лишнюю какую-то информацию о себе рассказывать. А вот за 50 тысяч рублей, ну что бы пост не написали. Кто согласен, что пост за 50 тысяч рублей написал? Толя, они все согласны, да. То есть сами понимаете, что здесь и очень многие люди, когда создают свои партнерские программы, я перед тем, как свою делать программу, смотрела, что уже есть у коллег, упускают вот этот момент. То есть многие люди пишут свои лендинги не для клиентов, которые знать не знают, что такое партнерская программа, а для профессиональных партнеров. Можно на Facebook Ольга Юрковская найти мой личный профиль, и там верхний пост, я как раз специально для вас поставила ссылочку. Этот лендинг написан именно для клиентов, именно для людей, кто никогда в жизни ничего не рекламировал, вот так вот за деньги. И этот лендинг показывает, что клиенты могут, во-первых, учиться бесплатно и с выгодой, во-вторых, многие и до партнерской программы хотели вовлечь своих там родственников, мужей, подруг, родителей в то, чтобы меняться совместно. Реальный шанс это делать с выгодой для себя и с пользой для окружающих. То есть здесь в первую очередь я всем вам хочу делать вашими партнерами, ваших лояльных клиентов, делать тех людей, кто, скорее всего, и так ваши курсы хвалят, рекомендует, кто и так доволен обучением. И здесь есть еще интересный такой нюанс, что когда ваши клиенты начнут рекомендовать вас и ваши курсы, им будет стыдно и неловко не выполнить задание и не получить результат. Вот это, конечно, так забавно все выглядит, но в комплексе плюсов и бонусов от того, что это будут делать именно клиенты, их невероятное количество. То есть они начинают отписываться в соцсетях по мере прохождения курса, какие у них изменения. И это усиливает изменения. Они начинают брать на себя обязательство, получить результат и выполняют задания, публично отчитываются о результате, и этот результат лучше. То есть вот это по первой части. Если понятно, то буду переходить к следующим партнерам. А если есть какие-то вопросы, то тогда вы спросите, и Таисия мне их потом будет зачитывать. Следующие партнеры – это люди, которые являются вашими коллегами, но не прямыми конкурентами по теме вашего курса. Есть такая иллюзия у людей, которые живут в мире, знаете, там дефицита, нехватки денег, вечной вражды и конкуренции, что если мой клиент пойдет еще у кого-то, то, в общем-то, ко мне он уже не пойдет, как если бы я его потеряю. Но это неправда. Люди, которые начинают учиться, им мало одного курса, им мало даже 10 курсов, они начинают учиться, посещая курсы у разных тренеров, и берут практически все ваши курсы, которые им подходят по теме. Нет такого, что человек у вас учился, ему нравилось, и он убежал к вашему коллеге, и все, у вас больше не учатся. Наоборот, получается, что и там учатся, и там учатся, когда вы выполняющие. Никакого такого дефицита не существует, просто потому, что вы не в состоянии сделать столько курсов, сколько смогли бы закрыть все-все-все темы и все-все-все его потребности. И тогда получается такой взаимопиар, можно сказать, что я могу рекомендовать там саммиты веб-сарафана, веб-сарафан может рекомендовать мои курсы по денежному мышлению. Мы не конкуренты в этом, согласны? И таким образом у меня следующие важные партнеры – это люди, являющиеся моими уважаемыми коллегами, кто ведет действительно качественные курсы, которые действительно порекомендовать, и им тоже приятно порекомендовать меня получить благодарность. И это, по сути, те люди, с которыми мы дружим, ну, пусть там виртуально с кем-то, с кем-то реально, но это, ну, можно сказать, такие личные отношения, и эти личные отношения превращаются в партнерство. Ну, по такому принципу, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но, тем не менее, с этих постов, с этих писем идет наибольшее количество продаж, именно потому, что люди хвалят на свою лояльную аудиторию, которая учится и доверяет. Второй раз я Захаряна рекламировала, недавно у него был «Как стать рок-звездой», ну, точное название не вспомню сейчас, «Двухдневник». Там 44 тысячи, но опять вот вам пример Захаряна. Примерно 200 человек у него купило, как у него, ну, те, кто постоянно учится. Всего на «Двухдневнике» было 546 человек. Остальные пришли по рекомендациям с партнерских ссылок. Самый лучший партнер у него сделал 124 продажи. Я лично, получается, 44 тысячи с этой истории получила по тысяче, то есть это, наверное, примерно там плюс-минус второй результат, скорее всего. То есть 2 трети, фактически, почти 2 трети его продаж, это люди его порекомендовали, получив свое партнерское вознаграждение или просто так, ну, потому что он им нравится. И такие продажи при стоимости тренинга 5000 рублей у него была шкала возрастающая, то есть 20% в 1000 рублей там тем, кто до 50 продаж делал, кто там больше полторы тысячи, потом две. Ну, в общем, я не помню точно, как у него эта шкала выглядела, но сам факт заключался в том, что выплатив, в общем-то, небольшой процент от своих общих продаж после окончания тренинга, то есть не заранее в рекламу, не еще как-то, а уже имея эти деньги на руках, он сумел сделать продажу двухдневника на 546 тысячи тренинг, на 570 тысячи, просто за двухдневный тренинг. Без партнера такой результат был бы невозможен и реален, именно потому, что люди, ланч был, ну, только в контакте, по сути, люди со всех сторон, на всех стенах читали рекомендации пойти к Захаряну. Не просто тупую какую-то где-то рекламу, а у десятков партнеров Захаряна читали, что я иду и вам советую. В последний день продаж там было, ну, больше 100 точно, может быть, порядка даже 200 продаж, именно потому, что в пятках стен были посты, я иду к Захаряну, и осталось там до окончания продаж столько-то часов. Никакой платной рекламы вы никогда не сделаете такой имидс. Здесь я снова вернусь к идее о том, что в инфобизнесе продажи делаются на личном бренде. Репутация, подтвержденная лидерами мнений, репутация, подтвержденная рекомендациями клиентов, это, ну, чуть ли не половина того, что у вас будет выстраиваться. Поэтому партнерская программа вам нужна не только для того, чтобы, ну, не разориться на рекламе. Да, возможно, в некоторых сферах, в некоторых нишах дешевле заплатить за рекламу и потом завалить их контентом и все-таки продать. Но с точки зрения долгосрочной перспективы, рекомендации от партнеров лучше платной рекламы просто на несколько порядков даже. Следующий момент вот этой разницы между партнерской программой и платной рекламой заключается в том, что партнерская программа для вас безопасна. Вы можете запустить что-то не очень удачное. Да, партнеры с этого не заработают, но вы не вкинули в рекламу сотни тысяч рублей. То есть вы, в общем-то, ничего не потеряете, а то, что партнеры на этом курсе не заработали, ну, заработают на другом. То есть здесь оно тоже особо не является потерей. Если же вы сбрасываете деньги в платную рекламу, а курс не пошел, то эти деньги пропали, в общем-то, зря. Ну, да, конечно, будут какие-то новые подписчики, но правда заключается в том, что достаточно быстро эти подписчики перестают открывать письма, отписываются. В среднем по Рунету открытие рассылок колеблется от 10% на 10%, если чистить базу, а если не чистить, то меньше 10%. То есть то, что вы за рекламу получили подписчиков, не значит, что они потом будут вас даже читать, не говоря уже о покупать. При работе с партнерами этот риск у вас отсутствует. Вы ничего не вкладываете, вы выплачиваете деньги потом. Например, в моей партнерской программе я выплачиваю 30%. И когда я считала количество подписчиков, которые у меня получаются от партнеров, и партнерские платы, то есть в месяц я партнерам выплачиваю, ну, порядка 300 тысяч рублей. Примерно на миллион у меня идут продажи именно через партнеров. Когда в декабре была распродажа, там как-то больше намного было, там был у нас просто рекорд. Одна из партнеров получила выплаты 154 тысячи рублей за декабрь. Ну, это прям рекордсмен. А так, ну, кто-то 20 тысяч зарабатывает, 50 тысяч, 5-10, кто не занимается этим профессионально. Потому что у меня более 700 партнеров сейчас, но в основном это именно клиентки, которые, ну, не имеют базу рассылки, не имеют большого количества подписчиков. Итак, третий тип партнеров, то есть первый тип, это, понятно, клиенты. Вы просто своим клиентам в своей рассылке, в своих постах периодически предлагаете, что они могут быть вашими партнерами. Отправляете их на условия партнерской программы, вот как я уже дала ссылочку на свой лендинг для партнеров. И на этом лендинге у меня именно для новичков, для людей с улицы расписано, что такое, как это делается и так далее. Второй тип партнеров, это ваши друзья-коллеги со смежных каких-то специальностей, со смежными курсами, со смежными темами, с которыми вы, в общем-то, и взаимно можете рекомендовать друг друга. Или, возможно, если они у вас там как-то учатся, они получают ваши курсы, например, и потом пишут. Вот у меня таким образом достаточно большое количество моих коллег учатся по принципу, Оля, открой мне такой-то курс, с меня посты о моих результатах. Ну и то же самое происходит, когда люди известные блогеры или просто имеют какое-то достаточно большое количество подписчиков. Например, когда речь идет о постах в ЖЖ, то далеко не все из них оплачены мною. Часть постов по бартеру люди сделали и ставят туда партнерские ссылки и получают с этого больше выплат, чем если бы был платный пост. То есть, например, платный пост бы стоил там условные 5 тысяч рублей, а по партнерской ссылке партнер получает там 20-30 тысяч рублей и понимает, что выгоднее писать посты, не согласовывая ни с кем, за отсроченное вознаграждение. Третий тип партнеров – это профессиональные партнеры. как правило, это люди, которые проводят онлайн-конференции. Ну вот если брать психологию мою, то это какие-нибудь женские тематики, где толпа спикеров выступает, особенно раньше это был формат очень популярен. И вот эти организаторы конференций понабирали себе базы, но своих курсов у них либо нет, либо один-два своих курса, а база есть. И они по этой базе рассылают предложения бесплатных материалов и получают свое партнерское вознаграждение. Этим людям нужно писать самостоятельно, пока вы не стали настолько крутые и известны, что они сами к вам подписываются. То есть вы ищете конференции по вашей тематике, подписываетесь на всех подряд. То есть схема очень простая. Сначала вы подписываетесь на всех подряд тренеров в вашей тематике, вот тупо на всех подряд, потом добросовестно читаете весь их спам, вот все эти сотни писем, и находите вот этих организаторов конференций, находите вот этих вот людей, которые что-то такое делают, и им уже пишете личные письма с индивидуальными предложениями, и часто в этих предложениях вы можете писать процент их вознаграждения выше, чем для просто личных, если речь идет о каких-то крупных партнерах с крупными базами. То есть здесь схема поиска, она именно такая. Подписаться на все, что есть в вашей нише, и отсматривать, где же, кто же с такими вот базами, кто еще может быть вашим партнером. Помимо тех коллег, с кем вы лично знакомы, вы можете поискать коллег, с кем вы еще не знакомы, и обменяться анонсами как взаимопиаром. То есть они высылают вашу партнерскую, по вашей партнерке высылают ссылку на какой-то ваш бесплатный вебинар, мини-курс, еще что-то. Вы по бартеру на их. Ну, то есть это тоже такая индивидуальная работа, примерно как с профессиональными организаторами. По техническим моментам. Как правило, у нас две популярных партнерки. Это либо JustClick, либо e-AutoPay. Я не люблю JustClick, потому что, во-первых, я считаю, что они берут, ну, не пойми за что проценты. Во-вторых, они все падают в спам. То есть очень много людей, потом выяснили, что JustClick либо вообще порезан, ушел в спам, либо письма совсем не были доставлены. А по их отчету 100% прям доставляемость, и все прекрасно, все хорошо. А у людей ни продаж, ни переходов. То есть их уже на таких моментах ловили многие инфобизнесмены и не раз. Поэтому я выбираю e-AutoPay. И это оба сервиса, по сути, платные. Смысл в том, что когда вы в нем регистрируетесь, вы делаете ссылки вида какое-то слово, логин партнера и дальше там ваша, например, фамилия e-AutoPay.com. То есть вот это ваша будет ссылка, которую e-AutoPay покупом посчитает, и вы там выставляете, сколько дней вот этот подписчик числится за партнером, и какой процент идет выплат. Можно по разным товарам устанавливать разный процент выплат. То есть чисто такие технические моменты, они очень простые, там не нужны ни программисты, никто. Если со стороны партнера можете зарегистрироваться в моей партнерке, посмотреть, как это выглядит со стороны партнера. А если со стороны инфобизнесмена, то можно зарегистрироваться, посмотреть на каком-то пробном периоде, на пробном аккаунте. То есть технически это достаточно все просто. И тоже такой момент хочу по партнеркам рассказать. Это в перспективе. Но если у кого-то темы будут связанные с лайфстайлом, то есть с психологией, со всевозможным здоровьем, красотой, модой, чем угодно, но опять-таки через призму психологии, то сейчас у меня уже практически готов сайт специально для партнеров, которые готовы писать статьи, чтобы на этом сайте размещаться сразу с партнерскими ссылками. То есть не просто, если где-то вас разместили на каком-нибудь woman.ru, даже без ссылок на вас, а размещать свои статьи и делать рекламу тех курсов, которые одобрены редакцией сайта, то есть курсов моих, Рубштейн, Черкова и так далее, то есть тренеров, в которых мы уверены. Оля, извини меня, пожалуйста, если ты приглашаешь еще одного эксперта к себе на онлайн-курс в качестве, ну, только на отдельный модуль, то есть он с тобой вместе его ведет, тогда как ты финансово с ним рассчитываешься? Это как вы договоритесь. Вопрос в том, что в таких ситуациях проще всего платить гонорар. То есть провел человек вебинар, получил свои там условные 100 долларов и права на этот материал остаются у вас, вы заплатили за проведение. Потому что, ну, если вы идете на какие-то странные условия по выплатам потом, то вы, ну, не отделаетесь ни от проблем, ни от подозрений, ни от недовольства, ни от прочих. То есть я предпочитаю со всеми сразу рассчитаться и больше не... Или потом, если мы совместно проводили курс, то я продаю сама, и это мои деньги. Партнер продает сам, и это его деньги, если о совместном проведении курса вопрос. Алена Белова, а если мои клиенты Юрики, как запустить партнерку? Как физлица они будут. То есть вас будут рекламировать те люди, которые физлица. Станислава Лесная... То есть вас же не рекламирует Юрлицо, вас рекламирует какой-то конкретный Петя, Вася, Миша. Приняли. Станислава Лесная. Вопрос. Не всегда клиенты готовы давать друзьям партнерские ссылки. Охотнее порекомендуют просто так, чтобы не вызвать обвинения в мотиве заработать на друзьях. Что вы рекомендуете с этим делать? Ну, пусть дают просто так. Вопрос же стоит в том, что большинство людей все-таки эту разницу может поделить там с друзьями. Тебе часть партнерки, тебе часть выплаты, мне часть выплаты. Может что-то подарить другу. Но все равно они будут заинтересованы рекламировать. Хорошо. То есть здесь вопрос именно в том, что у большинства людей будет намного выше мотивация рекламировать. Договорились. Также Ольге, Ольгин вопрос. Партнерская программа получается для всех, кому не лень. Напиши клевый пост на большую аудиторию и жди генерации денег по партнерке. Или все-таки вы каким-то образом автоматизируете, авторизуете своих партнеров? Ссылка ведь на лендинг доступна всем. Сейчас на 57 тысяч расширили. Или why not? Ради денег welcome все в партнерку. Я рекламирую партнерскую программу всем. Абсолютно всем. По той очевидной причине, что если 60 тысяч человек напишут, идите к Юрковской, возьмите там бесплатную книгу, возьмите бесплатный курс, это значит, что там полмиллиона человек узнают обо мне. Совершенно бесплатно. Любовь Яровая. Я пробовала продавать партнерку. Тупое убивание времени. Никто не скажет, как ее правильно продавать. Даже сам владелец курса. Откомментируешь? Для того, чтобы у партнеров все получалось, у вас должна быть выстроена нормальная воронка, и у партнеров должны быть нормальные письма, сделанные вами. То есть нет такого, что люди прям сами все должны уметь. Они должны получить пакет писем, должны получить баннеры в вашей партнерке, должны получить схему вашей работы, и должны предлагать бесплатные. А потом уже ваша задача, пришедших на бесплатные подписчиков, через воронку или через живые вебинары монетизировать, и выплатить вознаграждение партнеру. То есть это работа командная. Со стороны партнера задача привести к вам трафик. С вашей стороны задача продать. Какой процент партнером? У меня 30%. Это много или мало по рынку? Ну, кто-то 50 платит, кто-то 20. Мне нормально 30. Но на личную работу у меня нет выплат. То есть я только с курсов, с записей курсов делаю выплаты. Дарья, послушная. Как именно выстраивать партнерство с клиентами? Допустим, предложить им поделиться своим измеримым результатом в соцсетях. Это сделать за деньги? Это сделать а-ля, если человек придет под твои ссылки, я дам тебе 500 рублей? Или это вообще делать за какие-нибудь методички и вкусность из курса? Люди регистрируются в моей партнерской программе. Вот лендинг у меня первым постом висит на моей стене Facebook. После того, как клиент зарегистрировался, он, в общем-то, если человек не глупый, и у меня есть какие-то письма и посты с рассказами о рекордсменах, партнерах, кто что из них делал, как обучение на примере истории реальной, они начинают рассказывать, что вот я учусь у Юрковской, а вот у нее есть бесплатный мини-курс по этой теме. Или вот я учусь на таком-то платном курсе, вам тоже надо и делите. То есть здесь люди, ну, каждый сам решает из клиентов, но у них больше мотивации этим поделиться. Кто-то и до этого, до партнерки, без партнерок рассказывал и делился, но сейчас это делает намного больше людей, чем раньше. Наталья Таргашина, как отслеживали, от каких партнеров приходили клиенты, если оплата совершается не сразу? Еавтопэй это делает автоматически по кукам. Альбина Адутова, у меня был один опыт партнерской программы, но никто не пришел. Правильно ли я понимаю, что партнерка нужна на этапе магнита или трипвайра? Партнерские выплаты идут по всем курсам, внесенным в программу. Просто если у меня хорошо выстроены воронки, то выплаты идут практически сразу. А если вы отправляете людей к не пойми кому на какой-то дорогой курс, не пойми о чем, и никто не покупает, так а что в этом удивительного? То есть здесь вопрос, насколько умеют там продавать. Ваша задача как партнера отправить, их задача продать. Захарян умеет продавать, Юрковская умеет продавать. А умеют ли продавать те, к кому вы отправляли? Вопрос открытый. Какими инструментами и программами вы пользуетесь для автоматизации работы по партнерским программам? То же самое вопрос, извини, Оль. Работу по привлечению новых партнеров делегируете? Я вот, к сожалению, пока что партнерка у меня была в фоновом режиме. Сейчас я собираюсь ей заниматься вплотную. То есть то, что у меня набралось, оно набралось по сути само, потому как у меня и без того учатся чуть ли не половина инфобизнесмена в Ронетта. Учатся у меня инфобизнесу или в моем клубе помогать людям выгодно состоит. А вторая половина – это клиенты. А вот когда я этим займусь всерьез, то партнеров, естественно, у меня будет несколько тысяч, и доля продаж партнеров возрастет. Просто реально пока что я этим не занималась, и лендинг у меня – это не очень давно. Поэтому все впереди. Слава Швец спрашивает, партнерка – это скрытая реклама, другим словом, или партнеры честно платят из своего кармана за курс, который потом рекламируют? Они вообще знают этот продукт? Если речь идет о клиентах или о блогерах, то, естественно, знают. Клиенты купили, а потом пошли предлагать. Блогеры получили по бартеру с обязательством потом написать пост. То есть, как правило, люди, ну, второй момент, что партнеры чаще всего рекламируют бесплатность. То есть сначала человек скачал книжку, прочитал, что не ерунда, потом написал «идите качайте книжку». Скачал мини-курс, прошел, написал «О, какой классный мини-курс, идите качайте». Оля, я не поняла, ответ… Когда идет схема Захаряна, что прямая продажа предстоящая. Оля, я не поняла, еще раз ответ, давай конкретнее. Нужно ли человеку обязательно пройти твой курс, прежде чем быть в состоянии его продавать, если он платный? Партнер не продает мои курсы, партнеры рекламируют бесплатность. А, поняла, окей. То есть нет у тебя, чтобы сразу платный продукт они предлагали? Кто-то сразу, например, та же Рубштейн рекламирует сразу платные курсы, потому что она мне пишет, хочу этот курс, я ей открываю бесплатно, она потом пишет посты по мере изучения курса, слушает такой-то курс Юрковской, то-то вот это, и идите покупайте. Окей, редкость, это исключение. Поняла, следующий вопрос. Ольга, если человек пришел от партнера и купили у меня последовательно три продукта, три процента со всех трех продаж насчитывать? С суммы 30%, с общей суммы всех покупок за ближайший год. Тамара Котик, автовеб-офис, про него что-то скажете? Нет, не пользовалась, не знаю. Людмила Гусельцева, на каком этапе инфобизнеса рекомендуете подключать партнерку? Сразу же. Как построить партнерскую программу в следующем случае? К примеру, продажа чужого онлайн-курса. В данный момент я тестирую новый интерфейс по привлечению целевой аудитории и формировании данной целевой аудитории в базу в мессенджере, где происходит некое общение с дальнейшим доведением клиента до покупки. Как отследить покупку именно с твоего ресурса и не упустить клиента? Он же может уйти и купить курс лендинга самого курса в дальнейшем. Если клиент зашел по кукам партнера и ходит дальше с этого же браузера, то E-AutoPay регистрирует любую покупку за первым, вот за этим партнером, который сразу завел. То есть у меня же люди приходят по партнерским ссылкам не покупать курс, а приходят на бесплатное, потом получают серию писем и только потом покупают. То есть у меня, например, в денежном курсе 26 писем Воронка. Они могут купить через три месяца, через полгода. Но это все равно будет зафиксировано, что это их куки этого партнера. Окей, Оля, спасибо тебе большое. Мы тебе похлопаем.